Здравствуйте! На портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас такой вопрос. Как преодолеть страх на войне? Во-первых, важно понимать, что в любой армии, и в современной армии здесь не исключение, существует целая система, в том числе и психологической подготовки к условиям ведения боевых действий. Поэтому, конечно, если вы сидите сейчас на диване или на удобном кресле, смотрите портал Экзегет и никогда не были в армии, размышляете о том, как вам преодолеть страх на войне, спешу вас заверить, что в первую очередь это будет даже не ваша задача. Отцы-командиры позаботятся о том, чтобы ваша не только боевая, но и психологическая, и духовная подготовка к нужному моменту оказалась на высоте. Если вдруг вы не сумеете преодолевать страх, то вас никто и не пошлет в боевые действия, поскольку никому не нужно, чтобы воин, солдат в ответственный момент специальной боевой операции не смог преодолеть свой страх, струсил, предал и так далее. Поэтому, значит, я так понимаю, что вопрос все-таки не совсем об этом, а вопрос о том, что же делать самому человеку, с учетом того, что, да, армейская система подготовки сама по себе заточена на то, чтобы вы сумеете этот страх преодолеть. Для верующего христианина крайне важно помнить о том, что все, что в его жизни происходит, происходит по воле Божией. Без воли Божией волос не упадет с вашей головы, как написано в Священном Писании, как сказал нам об этом Господь Иисус Христос на горной проповеди. Поэтому, если вдруг вы оказываетесь в ситуации, когда страх захлестывает вас, когда вы не можете его преодолеть, безусловно, необходимо начинать молиться и просить Бога о том, чтобы Он дал вам силы перенести и преодолеть страх, и перенести ту ситуацию, в которой вы оказались. Действительно, без воли Божией волос не упадет с вашей головы. Чего нам бояться? А еще необходимо помнить слова 26-го псалма царя Давида. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится нами полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет нами брань, на него аз уповаю. То есть надежда на Бога может помочь нам в любой самой сложной ситуации, когда страх смерти, казалось, парализует всю нашу жизнь, не дает возможности действовать. Помощь Божия да пребудет с нами, и молитва к нему способна укрепить самого трусливого человека.